Новый, уже 58-й театральный сезон, Театр Кукол Сказка планирует начать с ярких премьер и в новом здании. И по обещаниям, это будет действительно новая эпоха театра. Какие премьеры ждут самых маленьких и взрослых зрителей уже этой осенью? Поговорим с директором Театра Кукол Сказка Надеждой Геннадьевной Васильевой. Добрый день, Надежда Геннадьевна, вот как раз таки о том, что я сказала буквально пару секунд. Начинается, намечается новая эпоха театра Кукол Сказка. Что это значит? Это значит, что вы перешли в обновленное здание, в новое здание? Или это может быть обновиться актерский состав? Вы знаете, наверное, тут надо смотреть шире. Вообще сейчас Театр Кукол имеет большое развитие и большие такие, знаете, перспективы у него и внимание к нему большое на театральной карте Российской Федерации. И я думаю, что мы как-то попали в этот космический вектор. И не зря у нас и театр новый строится, и актеры у нас набираются, и репертуар у нас пополняется. И все вместе как-то это вот скомпилировалось, и мы очень этому рады. И, конечно, это не только какая-то космическая история, конечно, за этим стоит колоссальный труд еще многих-многих службы и руководства нашего края, которое позаботилось о том, чтобы у жителей Алтайского края появился новый театр, такое замечательное технически оснащенное помещение. И не каждый, к сожалению, регион сейчас может этим похвастаться. И мы, конечно, безумно благодарны. И мы тоже потрудились. То, что мы заходим, заходя на площадку, мы уже заходим с хорошей такой творческой базой. У нас сильная, молодая, амбициозная, креативная труппа. У нас на сегодняшний момент сформирован репертуар для всех категорий жителей. Начиная от самых маленьких, как мы их ласково зовем, наших ползунков, зрители могут прийти, но и заканчивая старшим поколением, то есть до бесконечности ограничений по возрасту нет. И также очень радостно мне и приятно, что и спектакли разноформатные, разножанровые, и музыкальные, и классика. И уже появились вот в этом году провокационные такие авангардные спектакли для молодежи. И очень приятно, что на сегодняшний день, мне кажется, открывая новый театр кукол, театр заходит с такими, с амбициозными, наверное, проектами. Нам есть что показать, нам есть чем удивлять зрителя и есть чему самим удивляться. Ну, кстати, вот в одной из предстоящих пример это сказка «Репка». Вообще, как удалось, вот уже давно известный всем сюжет, сделать как-то по-новому? Ну, при подходе перед началом работы, перед спектаклем, конечно, тоже ведется большая работа. И хочется, чтобы этот спектакль был, несмотря на то, что для какой возрастной категории, что это спектакль для маленьких, должен быть какой-то заложен месседж. И всегда, обсуждая с режиссерами, мы главной для себя ставим задачу, цель, что мы хотим донести до нашего зрителя. «Репка» – это русская народная сказка, но вместе с тем в музыкальной форме, в стихотворной форме, учитывая психологические особенности этой возрастной категории, а это дети от двух лет, режиссеру удалось показать музыкальность, фольклорные составляющие. Но это не на новый лад будет сказка. Нет, это сказка не на новый лад, она просто в музыкальной такой авторской обработке, но она классический сюжет, он сохранен. Мы деткам, мы деток знакомим все-таки с фольклором, как можно посадить репку, каких это усилий стоит ее оттуда вызволить и кто в этом помогает. Знакомим также с животными, с особенностями животных, кошек, собачек, и довольно-таки интересно проходит спектакль. Помнится, вы говорили, что как раз-таки для самых маленьких будет театр на подушках. Это что это? Расскажите. А вот как раз и репка у нас пройдет в этом зале, и одна из гордостей нового издания – это то, что у нас для ползунков, для малышей театра на подушках будет в отдельном помещении. Если раньше на временной площадке дети приходили все и находились вместе, потом старшие дети уходили в большой зал, а малыши рассеивались на втором этаже, то здесь для них продумано все до меньшайших мелочей. Отдельный вход, отдельные ячейки для обуви, будет развивающая зона, где мамочки с детьми могут поползать по мягкому ковролину, поиграть на упражнения, на игры, направленные на моторику рук, потом плавно переходя в зал. Там же тоже будет формат предусмотрен именно из их возрастных особенностей. Детки будут сидеть на подушках, и отличительная особенность этого зала, что в зале могут расположиться ограниченное количество детей и родителей. Это 50 человек. И, конечно, не будет разделения между зрителем, не будет как таковой сцены, какой-то возвышенности. То есть актеры будут работать практически на шаговой доступности от детей. Очень много этот проект отличается от других проектов, что очень много интерактива, игр. Детки могут сами что-то своими руками делать, там, снежки. Если это спектакль зиме, это мы какие-то снежки лепим и передаем, и вместе там в какую-то корзинку складываем, призываем зиму. А если эпид-обстановка не помешает проведению вот такого вот джинга? Мы соблюдаем все нормы, выдерживается дистанция полтора метра. То есть подушки сейчас, пока действуют эти нормы, мы выдерживаем полтора метра. А в дальнейшем полная рассадка будет, когда будет это позволено. Ну, с ребятишками все понятно. Как вообще удается именно взрослое поколение привести к себе? Поскольку ведь у нас сложился стереотип, что это если кукольный театр, то это куклы, наверное, для детей. Ну, привести к себе – это только-только начало, только мы начинаем. В этом году у нас сразу в летний период появилось два спектакля для взрослых. Это «Паша» и «Человек из Подольска». Надо отметить, что это две современные пьесы. Мне кажется, театр вообще, если говорить вообще о театре, театр должен быть интересным и предлагать разные форматы нашему зрителю. Сдача состоялась «Человек из Подольска» вчера. Мне кажется, это надо посмотреть. Что значит «сдача»? Сдача – это прежде чем продукт должен выйти на прилавке, он должен пройти экспертную оценку. И режиссер наваял что-то, но есть у нас еще профессионалы, которые психологи, есть старожилы театра, которые работают, общественность. Она должна посмотреть этот спектакль и вынести свое заключение. Стоит его выпускать на зрителя и не стоит. Есть такие случаи, когда спектакли отправляются на доработку, и сырые спектакли, и мы можем его вернуть на доработку режиссера. В данном случае спектакль, у нас такие факты, на моей памяти только один был такой факт, но здесь оба спектакля сданы, и уже в сентябре зрители могут увидеть нашу экспериментальную постановку для молодежи «Паша», а в октябре «Человек из Подольска». Вот как раз-таки «Человек из Подольска» выйдет с ограничением 18+. И тут же кукольный театр и ограничение 18+. Вот где эта состыковка? То есть куклы ведь это не для детей изначально. Ну подождите, что значит куклы изначально для детей? Это миф. Вообще, если говорить о театре кукол, мировой театр кукол, он всегда был только для взрослых. Если говорить о Российской Федерации, да, то до революции вообще не было стационарных театров кукол. Они появились после Октябрьской революции, как передвижные такие агит, какие-то выступления. Сегодня театр кукол, если посмотрим на другие театры, даже в названии можно подсвидеть, что это театр кукол, актера и маски. Театр кукол – это оживление предмета. Если возвращаемся мы к постановке «Человек из Подольска», то сегодня очень широко используется прием совмещения куклы и живого плана актера. В данном спектакле режиссер куклу взял за основу главный герой Николай, который не обращает внимания на жизнь, что происходит вокруг. Он как-то зациклился, ему кажется, что мир серый, он не видит прелести, а прелести очень много. И порой не надо видеть все в черных тонах, а может быть, надо все-таки посмотреть в другом ракурсе. Есть даже такая притча про пчелу и муху. Муха – один и тот же цветок, но муха – цветок, это вид с одной стороны, а пчела – с другой стороны. Вот об этом спектакль наш, о том, что надо любить, о любви к своей родине. И где ты родился, там, наверное, и надо создавать какую-то ситуацию успеха, а не обязательно обвинять всех и вся. А мы любим это иногда делать и говорим, ой, не там, не в той семье я появился. Вот если бы я там родился бы в другом, вот если бы я в Москве родился, то тогда, знаете, какие у меня… Да нет, ничего подобного. Можно жить и в Барнауле, и в Подольске, и в Бийске, и реализовать себя, и проявлять себя, и все зависит только о нас. Очень позитивная, видимо, будет постановка, тем более в преддверии осенних хандры. А вот расскажите о форуме «Люди и куклы. Перезагрузка». Для кого он? Для чего он? Это будет крутая история. Нам удалось достигнуть договоренности с московской школой Додомяна. Этот форум будет проходить в трех направлениях. Актерская секция, секция для художников по свету и для административного персонала и зафлитов наших алтайских театров. К сожалению, есть проблемы в нашей работе. Ну, допустим, проблемы с зафлитами. Мне кажется, что очень важная составляющая нашей работы – это какая-то, знаете, такая околоспектакльная история, то есть это разговор со зрителем после спектакля. Но для меня это очень важно, и мне кажется, с подростками и со школьниками важно эту историю составлять. На сегодняшний момент есть мысли только в зарождении вот этих проекта. Зафлиты совместно с филологами нашего педагогического университета. Ну, то есть сейчас мы пока в стадии обсуждения, но для того, чтобы обсуждать спектакль, нужно уметь грамотно этот обсуждать спектакль. И к нам приедет Анна Иванова-Борошинская, это театровед, лауреат «Золотой маски». И мы составим разговор с нашими зафлитами, со студентами, любителями, то есть это будет открытый формат общения, как правильно вести диалог с школьниками, с детьми после просмотра спектакля. Вторая секция – тоже болевая точка. Это, к сожалению, очень мало квалифицированных кадров, в частности художников по свету. На сегодняшний момент у нас не готовит их никто, и эта ниша не занята в Алтайском крае. Очень приятно то, что постоянные ремонты идут в многофункциональных центрах Алтайского края, в наших театрах. И мы везем как раз из Москвы специалистов, которые расскажут, какие современные тенденции есть в световом направлении, в театральном направлении, и как эти новинки применять в театральной специфике. И актерская история – это мы покажем три наших спектакля премьерных, критик их отсмотрит, расскажет, что мы правильно делаем, на что обратить внимание, в каком векторе развиваться. Вот как-то так. То есть большая у нас перезагрузка. Мне кажется, в самом названии уже вот этот формат нашего, месседж нашего мероприятия, он заложен «Куклы и люди. Перезагрузка». Вот вы говорили про первую секцию для обсуждения театральных постановок, правильно? Она будет касаться как раз-таки этой темы. Вход туда будет доступен только театральным критикам или вообще, может быть, любому Барнаульсу? Мы разговариваем. Я вообще всегда за то, чтобы театр был открыт для всех. Поэтому, конечно, в первую очередь это будут наши специалисты, ну и для всех желающих. А может быть, кто-то молодой человек сидит, а у него талант скрытый есть. И есть же такие, да, и не обязательно иметь образование, но внутренне есть такой посыл. Поэтому в Инстаграме надо следить за нашей страничкой. И я думаю, что такая возможность будет и просто у зрителей познакомиться с театром «Кукол» и послушать, что это. А воспитать новое поколение, может быть, сами не желаете в стенах своего театра? Актеров я имею в виду. Новое поколение актеров, например. Ну, воспитать это громко сказано. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. У нас есть учебные, образовательные учреждения. Я думаю, что давайте мы отдадим им эту миссию. Наша миссия – предоставлять очень интересные спектакли, разноформатные, разножанровые, разновозрастные. Потому что театр «Кукол» сегодня – это же такая феерия разных форматов. Это и «Колобок» и «Кавка», это «Человек из Подольска» и «Три поросенка», это и «Королева красоты Макдонаха» и «Красная шапочка». То есть это яркость и разножанровость. Елена Геннадьевна, спасибо вам большое. А я напомню, новый сезон в новом кукольном здании театра начнется уже 4 сентября. Может быть, для кого-то предстоящие премьеры будут поводом еще раз порадовать своего внутреннего ребенка. До встречи! Продолжение следует...